Эти-то с цветами, как покойник, то есть как жених. Сказки, сказки, кругом сказки. Газету откроешь, опять видели в Ахнецкое чудовище. Какое чудовище? Это нас туристом купался. Ну, приехал парень отдохнуть, выпил, а купался в противогазе. Напридумывают. Три человека одновременно видели летающую тарелку. А то, что эти трое одновременно выпили литр спирта, никого не волнует. Я одна же виплодок Змея Горыныча видел. Три головы и все на тещу похожи. Сказки. Какой-то экстрасенс говорит, что людей насквозь видит, и все удивляются. Да у нас в армии старшина говорит, что я вас всех подлецов насквозь вижу. И никто к нему в очередь не записывал, чтобы свой диагноз узнать. Потому что диагнозом стоял всегда один – мыть туалет. Хочешь, чем все выздоравливали. А то придумали. Внеземной разум помогал строить египетские пирамиды. Вы лучше скажите, кто помогал строить пирамиду Мавроди, где похоронили не фараона, а наши денежки. Телепаты. Мысли они на расстоянии передают. Один передавал мысли другому из Ярославля в Кострому, и у них все сошлось. Потому что утром у обоих была одна мысль – о похмелиться. Сказки. На острове Пасхи стоят истуканы, будто бы их когда-то сделали местные жители. Церетели их сделал. Подарел американцев, они не взяли вот их и свези на остров Пасхи. И поставили лицом к океану, чтобы отплыть от туристов. А то Нострадамус предсказал убийство Кеннеди. У нас вон тоже старушка предсказала мужику, что он умрет. И он помер ровно через 40 лет, 3 месяца и 23 дня. Другая соседка уверяет, что у него барабашка в квартире живет. А оказалось, что это ее муж. И к тому же без прописки. Чудеса. Один мужик говорил, что его похитили инопланетяне, поэтому он дома не был 3 дня. И жена верила, пока не позвонила какая-то инопланетянка и не сказала, что она беременна. А это спиритизм. Одна спиритка вызывала дух Ивана Грозного. Вдруг слышишь, что тебе надо, уродка. Она в обморок, когда сосед за стеной с женой разговаривал. А эти хироманты, которые по линии на руке судьбу предсказывают. Я показал одному ладоню, он посмотрел, говорит, руки мыть надо. А эти приметы, кто нечаянно видит свет в своем доме, жди счастья. Мужик с работы возвращался, видит свет в его доме. Он обрадовался, это любовник у его жены. Это что, счастье? Если любовник, ты в больнице, а мужик в милиции. Примет, если кони ржут, это к добру. Я специально поехал в деревню, вечером ходил, слушал. Слышал, ржут. Не образовывать, это мужики по телевизору кривое зеркало смотрели. Поэтому надо верить не в сказки и чудеса, а просто в жизнь. Спасибо. Спасибо.